мы продолжаем смотреть fast cup под номером 6963 финал у нас вышли команды 100 крошанов и команда е.ф. eaters of fair давайте пока посмотрим я специально чуть-чуть раньше начал посмотрим статистику этой команды у е.ф.f. 173 матча из них 112 побед 17 незасчитанных и 44 поражения у статистика уже урошена в 133 матча 93 победы 1 не защита и 39 поражений в принципе если объективно говорить команды более-менее равные давайте вернемся все таки теперь в доту посмотрим на пик ну это of fair и торсы я буду сегодня называть пусть они меня простят если я чуть не прав датал на пике сидит у и торсов банит он тайды брю мастера слава богу мы не увидим брю мастера потому что надоел этот герой за весь день но опять венга джакира у меня уже дежавю начинается ну и 100 крошанов на пике плац и войда он банит с разором пикает огра с кентавром ну и банша залетает также вам и торсов вайпер моментально с разорчиком вот видите вайпера с разором банят 100 крошанов таких два противных героя будет то понятно его забанили из-за купола но вот разор с вайпером действительно могут много грязи наделать ну думают что забанить думают что будут пикать потому что мало забанить нужно еще и думать ну лана и не лучший выбор видели мы как играть 100 крошанов не стали бы они пикать лана и здесь ларка они пикают ну понравился им сларк в прошлой каточке с кентавром и как бы хотят они собственно говоря повторить успех прошлой карты и выиграть этот финал потому что сегодня они уже играли в другом фаскапе и отдали победу стал такерс к сожалению кстати дорогие друзья все воды вы можете посмотреть на youtube канале слтв тур не только мои комментарии новые уважаемых моих коллег стримеров то есть все воды со всех фасткапов вы можете посмотреть на канале слтв тур ну и продолжают здесь банить забанили дума и думают над пиком ну и также хотелось бы обратиться к молодым командам которые недавно только собрались не бойтесь регистрироваться заходите на dota2 starlader.tv регистрируйте свои команды регистрируйтесь на фасткап и помогайте развивать starlader и кто знает возможно именно вы рано или поздно окажетесь на лан финалах в киеве ну конечно кто-то скажет что мечтать не вредно но все равно развивайте комьюнити помогайте не нужно бояться начать понятно что здесь есть серьезные коллективы вот перед нами сейчас так рошанов и и торсов ф это ребята которые давно занимаются скажем так играет тоту и давно занимаются идеей продвижения своей команды до куда-то выше вот sky maga пикают так что регистрируйтесь мы всегда будем рады видеть вас в нашем большом дружном комьюнити ну давайте немножко вернемся к игре подумаем о лайнах два саппорта забирают себе 100 крошанов довольно таки дефолтные саппорты для нынешние меты это у гормак и sky maga будет давать фиксацию со сларком и sky maga сможет закидывать свой меледикт и дамаги там будет залетать мистик флэйр извиняюсь я уже немножко плавит за сегодня некрофоса пикают и торсы ну не знаю не знаю керри какой-то некрофос сларк его не ощутит некрофоса лучше пикнуть мид и подумать над серьезным керри против парка пикать некрофоса не лучшая идея должен сейчас это плац понять и должен он банить какого-то керри ну блин ну керри некрофос но я не знаю что должно произойти чтобы сларка должен быть настолько фиговый старт чтобы некрофос его загнобил если будет старту сларка такой же как предыдущей карте то здесь вообще нечем отбиваться стату типа есть санкинг но непонятно будет у него даггер или нет фантом кубанит да думаю прочитал плац принципе что нужно банить керри потому что некрофоса карета такое себе ну и снайпера банят мне кажется сейчас это был рандом бан правда ну не хотят они возможно видит снайпера допустим на том же миде но блин есть дофига крутых героев которые здесь хорошо заедут помимо того снайпера то есть я не думаю что фантазии уста крошанов на этом закончится тянут они время самое главное им сейчас не спешить они сегодня уже один раз поспешили с пиком в одном из финалов и проиграли ну в любом случае мы с вами ни за кого не болеем но может быть кто-то конечно и болеет и зрители мы в любом случае с вами в первую очередь за красивую доту поэтому обеим командам мы желаем удачи боевого духа и боевого настроения и пусть они покажут действительно классную доту не какую-нибудь там языка . за полчаса это неинтересно смотреть такое ощущение что дата алл угадал со снайпером и под задумался сейчас очень сильно над выбором воу-воу-воу полегче для меня это серьезный поворот куда они этого антимага будут сувать с ларкой антимаг довольно жирные прошу прощения не жирные а жадные герои про антимага жирным назвать его нельзя по крайней мере до лейта ну не знаю не знаю зачем вот сейчас был брать этого антимага какая идея вот опять рошаны доходят до финала играют отличными пиками и вот тут финале они решают вот выбрать такой нестандартный пик может быть и есть в этом какая-то затея до задумка но я даже вот у меня в голове не укладывается куда сейчас ставить кого тима гормит ну окей посмотрим как он выстоит против некровуса а тут вообще антимаг будет бедные по сути с лордар с лордар очень жирный кэри и в теории он нас парку может нащелкать причем нащелкать и не ощутить его потому что минус армор это все-таки минус армор ну и переходим и к игре наконец-то после столь долгих пиков я представляю вам еще раз команды и так финал фаска по под номером 69 вроде бы 63 сейчас нужно точно проверить чтобы была точная до 69 63 финале участвует команда рошан на антимаге отыграет плац ирония отыграет на угр магии я так понимаю это замена станды на сладке у нас отыграет эспада и на кентаври отыграет козла жоп и вот не культурно так выражаться мне приходится друзья такие некие и мой любимый ник у sky мага поме гранатер поме гранатер короче да вот надо было просто быстро выговаривать это все ну и на венге у нас сыграть дат ал на сан кинге сыграет филсон на джакира сыграет once of the wall и на флаг даре сыграет рафа 17 пусть будет рафа 17 ну и на микрофосе вот это классный ник чувак респект тебе сыграет человек под никнеймом 123 просто и со вкусом жакира не сможет здесь ничего сделать ему нужно отсюда уходить его тут могут сейчас немножко под распилить на части нужно брать сан кинг на топе за контрольную руну ну нужно рошану отдаваться попытаться отдался рошан убрала джакира это не был фирс плат ну хотя бы грамотно поступил сан кинг взял себе тапчик купил сразу на самом деле сан кинга здесь задача довольно таки простая по крайней мере я бы делал бы следующим образом нужно сделать здесь отводы дабл стаки неважно взять третий level и пойти со вторым песочком вот сюда уже фармить вот это сейчас лишняя трата времени с первым песком идти в лес это не сильно окупается долго даггер будет фармиться так давайте по лайном разберемся оффлэйн джакира у нас стоит против паузу ставится против триплей антимага sky мага и огарх мага блин здесь трипла из маков только один антимаг один антимаг ну и здесь кентавр оффлэйн также кентавр вкачал сразу пассивочку правильно сделал стоит против лордара против венгии ну и сан кинг здесь будет в лесу выфармливать себе даггер ну и в миде будет стоять сларк против некропуса ну не знаю можно было бы здесь заменить сларка на более какого-нибудь полезного скажем мидера но я не помню если честно кто там был в бане кто не в бане кого забанили кого нет но если так разобраться можно было бы найти героя например того же шторма утварде отстыкается будет иметься представление здесь кстати стоит нельзя будет запулить поставил себе кентавр такой обронительный вард хоть какие-то крипы должны до него доходить второй левел он получает но вижу на вы его видите то есть полностью лес он видит он увидит сан кинга если тот решит вдруг прийти и помочь своим друзьям ну антимага никто не гнобит но и джакира в принципе никто не гнобит да у него 0 крипов первый до сих пор левел антимагу нормально у нас стреливает 2 щас должен быть буквально совсем скоро ну и кентавр здесь пытается хоть как-то получить экспы бегает здесь ну санкинг тут продолжает заниматься делами просто вот в чем польза выстоит до третьего левела во первых песок больше по времени и больше до маги а во-вторых ты сейчас возьмешь 2 ты не улучшишь свой фарм и ты будешь вынужден прокачать либо 3 либо 1 но понятное дело санкинг прокачает 1 дятал сейчас иллюзии законтрит а руных забывают ребята по таймингам каждые две минуты они появляются и необходимо их контролить прибежали на 30 секунд запоздал ну sky mag да даже говорит нам как бы дэцмайн это моего 340 голдишки ну нужно ему где-то еще соточку украсть и тапочек себе купить для того чтобы как-то передвигаться по карте немножко быстрее у венга здесь иллюзиями сразу две люди ну зачем типа так палить можно было бы развести на станчик там маны бы ушло немножко у кентавра ну пока непонятно ну а с лордара 17 на 3 топовый крипстат на карте в 2 у него вкачан стан в единичку ну тапчик есть единичку вкачано ускорение в принципе вполне себе даже оправданный выбор скилл билдор 950 надо ему покупать с пт вариантов кстати сборок вот этого героя очень много то есть такой скажем уникальный герой можно собраться допустим там в даггер пт какой нибы там армлет например можно собрать также допустим вангу арт можно собрать бм то есть вариантов много селедка очень жирная можно собрать дизолятор кто-то будет здесь очень сильным артом сайте по антимагу до заехать в него станом дать на него минус армор и просто одну тачку с дизолем там эти маг просто рассыпется из лордар кстати контрит антимага если уж говорить допустим за середину игры опять же если его поймают в лейте то понятно там больше зависит от артефактов и от команды сларк отпевается здесь бутылочкой по крепочкам все очень скудно у него 9 крипов у него вообще очень здесь мне не нравится этот сларк это грубо говоря некрофус на изи фарме но прожимается у нас пауза секунду просят ребята крошанов но мы пока пройдемся немножко по героям санкинг здесь сделал себе целую араву щас песочек откатиться и зафармит это все и до даггера ему там будет оставаться буквально ты щенка даже чуть меньше у венге ну венге стандартный набор саппорта ничего пока интересного нету джакира задумка на ботинок я это так могу назвать у слардара 1400 но неужели мидас вот мидас тоже маст хэв в принципе для этого героя закидывают меня здесь буквально на сообщение так все теперь закидывать не должны так ну чтож продолжим что у нас там не кровь улетела прилетела что не совсем я понял что прилетел некрофусу банк что ли нет банка у него была тпшка прилетела теперь у ребят у антимага но антимаг хочет мидас нет бро мидас для антимага это не очень нет вот услышал как будто мои слова и но нет но какой мидас ночь но нет это будет плохой затея покупает он себе действительно персеверенс ну вот это более менее хотя кого я обманываю 6 минута у него уже персеверенс сейчас пойдет лютый фарм если он быстро выформить свой бф ура мансует боятся потерять персеверенс сларка просто унизили в миде я не знаю вообще для чего он может быть для второго скилла своего его пик или ребята но типа шторм гораздо полезнее был бы слордара пт появляется просто вот такой этот слордар уже мог что-то поинтереснее купить сколько голды было но 1000 у него еще сверху ну кентавр и слордар это так скажем братьев в том плане то что они оба жирные то есть у того вот мы видим с колечком 7 армора и сладара 7 армора и хп у них приблизительно одинаково поэтому здесь такой себе харасс венга бежит ну а толку то что ты бежишь вот здесь нужно было ставить вард он бы давал бы полный бы вижен бы вот кусочек какой-то бы захватывался бы и можно было бы видеть чем занят кентавр пока что ребят очень скучная игра никакого экшона я не вижу ну вот посмотрите сейчас если просто коса бы сейчас успела бы залететь сларка его бы просто убили там еще хардстопер аура я думаю сларка не выживал уверенно некрофус стоит несет он себе скорее всего пт может тоже еще это может быть да пт ну смотрим на антимага персиверенс 1100 вот ему буквально чуть-чуть голды не хватает 46 крипов у него топовые крипстат сейчас ну если учитывать еще и дна это топовый крипстат у слордара там приблизительно также он только знаю чуть меньше буквально полторы тысячи ему остается до бф ну и дальше друзья да у него нет пт я согласен я понимаю ну дальше все равно пойдет лютейший фарм стампит прожимается будут пытаться забирать куда-то стопит был возможно нет стампит как раз был может быть чтобы сларка подценить я не знаю но короче стампит был в никуда потрачен есть здесь уже транквилы 8 минута ну и liquid fire в троечку сейчас шестой получит и можно где-то попытаться вышечку толкнуть если фарм будет заканчиваться и ребята захотят немножко поактивничать тут от тычки уворачивается сларка . то кстати 80 довольно таки больно здесь стычка допустим некрофосу нужно чтобы убить сларка ну там конечно еще резис но смысле вы моё поняли то есть довольно больно бьет сейчас некрофос ну и восьмая минута реализовывает себя сейчас скоро будет лесной санкинг с первого левела но все равно типа можно было постоять но с другой стороны полезность если уж драки так рано не начались то полезно для старта у него две триста восьмой левел ох уж этот слардар сейчас будет просто отрывать куски у него даггер появляется и сейчас этот слардар реально может оторвать просто кусок тут еще и санкинг подтягивается сейчас кентавра надо ловить кентавр очень сильно наглеет у него есть стомпит но если его сейчас подловить вот с даггера нужно просто на самом деле селедки запрыгивать и ловить его ну господи здесь 300 на рядом ну слардар вообще вылетает он облегчает честь кентавра и говорит как бы ребят мне пофиг сларк тут движуху спалил все равно триста на типа можно разобрать саткинг успел бы сюда прийти то понятно дело он уже здесь идет и просто ничего опять не произойдет и продолжается бесконечный бесконечный фарм когда-то это должно биты здесь очень сильно sky мак тапчик у него есть варды ему нужно купить 200 монеточек у него есть возможно брасер какой-то еще вот такой дабл стак и даже трипл стак заформил его джакирка неплохо он себя так чувствует за грейдил себе стики им пашечку себе принес ну а антимаг тем временем остается им 400 голды заданали вышку в миду я так отвлекся что даже не заметил что мид там распиливают на части дагерус антинга на 10 минуте но очень агрессивные сейчас фиры будут они просто будут идти ломать лица ну сларк пока себе откровенно никак не реализовал забрали кентавра забрали венгу в свою очередь ребята из рошанов ну и сторона ушел отсюда но повезло просто то что у сларка dd так принципе 70 сурки не навалял бы здесь никому ну может быть венге немножко бы навалял но слардар бы быстро бы справился с ним что будет покупать здесь слардар возможно и бкб какой-то сейчас сразу ну не знаю не знаю я же уже говорил вариантов очень много тп он пока покупает для начала вот антимагу нужно дофармливать сейчас себе быстро пт есть у него уже бф можно так сказать и просто убегать отсюда потому что слардар сейчас будет охотиться на антимага и я думаю он будет его постоянно забирать но посмотрите здесь сразу все просто залетает и рипер молниеносно но это если честно ульта в никуда выживает здесь сларк здесь даже не о чем говорить потрачено просто было по-другому я назвать не могу возможно может быть хотел результатоваться но не хватило имп скорее всего скорее всего так и было задумка была такая 1400 есть бф кстати появился уже антимага 1400 голды есть что это тоже даггер нельзя ж так наглить надо хотя бы там забирать нет сларк пытается уйти у него это должно получаться и уходит отсюда сларк вовремя прожимает ультимейт тем временем там замес на низу венга откидывается естественно сейчас будут ловить и забирать до 3 1 в пользу рошинов и вышечку спиливают на топе ну здесь уже никто пациент и по и не будет делать руна богатство ну типа our пусть берет до даггера сокращает дистанцию ну и забрали вышку с лордара тараску будет делать ну а что это тоже очень отличный выбор вы видите она себя по крайней мере точно оправдает сларк одного крепочка зафармил дарк пактом ну там кентавр фармит я думал кто-то уже бьет но фармит он лес таким вот странным образом катилась ульта сларка но нужно быть все равно ему осторожным со слардаром слардар может сработать на неожиданность некрофус да 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 расконтроливает иллюзии сейчас совершенно верно делает только нужно добивать этого крипа и типа уходить тогда бы развел но нет можно отходить не ведется сларк слардар просто мог бы спрятаться например вот здесь потом выпрыгнуть с даггера в спину и настучать здесь под сейф тп макро пиры откидывается мана уже почти нету венга там что-то попыталась рассказать кинула стан ну вот так ультует просто антимаг и это в разы минус джакира и 100 и скаймак забирает фраг убивает венгу последней тыщикой вышечка по моему данной был по-моему данной был если я не ошибаюсь попробуйте загнать давайте кто-то догадаетесь знает вышку полетела тут опять же все антимаг просто бежит настреливает и это должен быть фраг антимагу нельзя отпускать час некрофоса ну там уже петухи залетали поэтому можно было как бы не идти туда но тут все кто можно прилетел потому что посыпались немножко почувствовали это ребята тут антимаг тоже нашел свою смерть и нет антимаг каким-то чудом пытается убежать но его все равно убили не в ту сторону прыгнул кентавр здесь остался и fight recap мы можем посмотреть ну получается грубо говоря тысяча пятьдесят голды заработали ребята эсфир и также они заработали грубо говоря 1200 опта ну в принципе есть польза плюс еще выручку забрали урошин вообще наверное такая тактика отдать 3 вышки а потом начать доминировать ну посмотрим дтс здесь лежит что рошана не хотите попробовать под ддш к это и с вангуардом кстати селедка какие говорил будет собираться вангуард а потом дизоль сверху просто и бить 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 уничтожать все на своем пути джакира сюда прилетел санткинг сюда прилетел сразу куда-то блинканулся блинк появляется также у некрофса вот встреча выпускников уходить нужно отсюда марку испугались ребята на самом деле друг друга нетворцы я открою 6800 уже 6900 топовый нетворцы у нас на карте с лордар ну рошана пока не хотят на самом деле медальку нужно какую-то поиметь для того чтобы быстро разобраться с рошаном ну тут с ларк может найти свою смерть прожимает он ультимейт дарпак там скидывает себя стан и ребятам нужно отступать нельзя им сейчас драться кровь со ульта есть там бы его в террор залетит за минус арморит ну и конечно же вот этот товарищ ультой закидает до смерти пт появляются антимага 16 минута ну в принципе совершенно дефолтный сбор для 16 минуты в том плане то что да у ранее бф но бф без пт это не бф уйти с линии ты все равно не можешь а вот сейчас начинается тот самый момент когда просто увидел какой-то под сейф тп сразу же убегает ну зачем здесь оставаться сразу убегать у тебя есть лес свой плюс ты можешь фармить энчитов плюс ты можешь фармить чужой лес как-то пытаться да тыкнуть там где-то вард попросить саппортов своих и выфармивать это все дело антимагу драться здесь в принципе нельзя колледж взяли этого с ларка чтобы он развлекал то отпустите антимага фармить не нужно ему траться здесь при возможности будет рядом может подойти там ассист украсть еще что-то но нужно сейчас бегать по линиям владмирс ему здесь естественно будет нужен драка уже начинается опять сларка пытались поймать но действительно мы видим сларка развлекать но только курицу куда ну забать или отвлекли внимание да вот антимагу нужно сейчас владмирс и пилить товара пт появляется у сларка тайминговая пт надо заметить на 17 минуте аквила с птшками ну такой себе ну и рошан здесь будет падать приморозили рошана на топе упала вышечка антимаг ее забрал ну разменивали разменили откровенно говоря минус 18 армора боже мой минус 14 армора считай залетает голого это еще медальки нету венге и дизолятора нету у него ну там где начнется лютая это когда дизоль если он все-таки его соберет вот это будет реально круто ну сларк тут сруны инвиза немножко наглеет ходит форме чужой лес это мог бы делать антимаг антимагу маст хэв просто нужен владмирс ему нужно сплит пушить нельзя сейчас уходить не надо сейчас идти в мид помогать сларку вот как раз давно уже нужно было бы быть здесь и пытаться предпринять какие-то действия но просто сейчас отдают вышку на ровном месте и джакира делает т.п. аут 3 под сейф т.п. на топе и вышка здесь фалловая антимаг ничего полезного не сделал 2 200 у него можно сейчас райт кликом купить владмирс ну вот погоня сейчас на самом деле за санкингом в песке здесь поставили центре быстро его разобрали sky mac зря потратил ультимейт и венга тут тоже где-то погибло теме это можно было бы не ставить вот мы видим до 1800 опыта заработали но этот опыт уже больше полезен для саппортов 8700 яша появляется нет не хочет он владимира будет делать сразу наверно манта стайл без владимира ему здесь хорошо не хочет он делать ну посмотрим медалька появляется венге и она ливает расстроилась венге full spirit и решила дак я ливну зачем мне эта медалька ну антимаг сейчас понятное дело будет вырваться вперед уже набирает потихонечку мощь у него сейчас появится яша потом там уже не за горами будет манта ну в принципе после яша некоторые собирают и владмирс то есть здесь никто ничего не запрещать некоторые собирают и бкб бкб здесь просто мастхэв потому что антимага просто будут сразу же ловить спиливать под минус армором его просто не ощутят то есть там венга если случайно попадет медалечкой старт под ультой просто разорвет славдар это не тот герой которому нужны артефакты на дэмэдж его нужно просто правильно собрать в жир и правильно запрыгнуть 2400 тут уже и тараску можно делать вот делай тараску я думал ты тогда будешь делать тараску сейчас делай тараску хотя если хотят атаковать то действительно нужно какие-то атакующие например тут изолятор будет подпиливать армор но не знаю соберет не соберет посмотрим может быть и бкб сейчас будет скорее всего пока б потому что на 20 минуте обеим командам нужно иметь хотя бы парочку бкб в своей владение потому что много здесь дизейбла и будут затыкать ну как-то непонятно что это происходит гени гг пишут ребята из так рошанов игра продолжается 42 крипочка 38 дна и фуантимага продолжает он лидировать угро арканы сомнительный выбор можно было бы оставить не грейжен этапы к купить soul ring и пытаться как-то выйти в аганим быстрый здесь бы он был ой как полезен ну арканы повесить на этого товарища тем более уже есть арканы слишком много аркан тоже не очень хорошо клоак появляется будет это опять пайп очень мне нравится этот кентавр как он отыгрывает это просто шикарно будет защита от некрофуса будет защита от санкинга понятное дело часть демиджа будет все равно залетать но хоть уже что-то если это то о чем я думаю вот этот артефакт это будет очень круто только там маны по-моему будет не хватать 175 рефрешер сколько требует кстати антимаг решил немножко под напасть так давайте посмотрим рефрешит 375 но грубо говоря 400 и 300 ну да здесь маны может не хватить поэтому сомнительный выбор для рефрешера что это может быть еще орчит ну тем временем там рассказали угар магу что такое минус армор не кровь забрал с косы и 10 секунд не будет в игре угар мага ну зажимаются опять на базе рошины антимаг не тем занят антимаг не тем занят он уже полдня гоняется за этим санкингом ему уже давно нужно быть вот здесь агрить на эту вышку то есть в драке ты все равно ничего не сделаешь у тебя нету бкб в тебя залетит стан и все на этом закончится для тебя игра ну вроде 10 тысяч нетворства сларка появляется shadow blade довольно таки поздний сларка в миде мне абсолютно не понравился антимаг прожимает паузу сколько же пауз нас сегодня было я не знаю это просто какой-то джекпот на паузах ну ребята меня понимают до дошло и до sky мага но бывает друзья не сразу утупляют то все сонные блин у по москве уже без 23 понятное дело что игроки могли устать джакира ветрами скидывает себя вейфов террор вернее не вейфов террора что там залетало доской маку . кинул сардар такой бешеный готов просто идти ломать регруп сейчас делает сларк залетает венгу правильно нужно ему здесь ее фокусить свапается венга залетает ультимейт от sky мага но там ульта от санкинга какая качественная разобрали трипл килл делает сларк послушайте трипл килл сларк смида который был мной недооценен это просто какая-то жесть нужно нужно забанить этого сларка но здесь размен на 3 в 2 и нужно сейчас лордара ни в коем случае не отпускать добивать лордара получать с него массу профита массу голды до добивают и живой остается антимаг что самое главное и погоня у нас за санкингом ночь до умирает он тоже это минус 5 вот так рошаны подпускают делают вид что они не доминируют вард кстати здесь такой интересный за дискотекой можно понаблюдать ну вот и зарабатывают три 600 золото и что самое важное зарабатывают там 3 800 опыта приблизительно так ну считать я сейчас явно не намерен потому что уже как я говорил позднее время у меня уже мозг немножко кипит ну манта появляется у антимага бкб тебе нужно бкб услышь меня я тебя просто готов закрываю вы представляете я угадал с этим наркоманским артефактом это будет орчит для санкинга это неожиданный выбор ну понимают ребята наверное сейчас что армлет кстати появился и bkb пай появился кента вру тайминговые достаточно тот центр поставили ну и антимагу да 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 манту надо было проживать и райт кликать на тавар но слишком медлительные здесь вышки будут т3 падать ребята намерены но ничего страшного манту блин прожми и быстрее бы все забралось бы не хочет он манту прожимать надеяться от выйдет вдруг кто придет стан или еще что-нибудь еще не добил вышку ну ошибается немножко антимаг здесь надо ему соло идти т3 даже если они разменяют это будет хороший размен но вот тут он уже манту догадался на буни уже бы откатилась бы дважды и с лордар там забирает вышечку но антимаг сплит пушит все правильно делает все равно здесь ничего бы не получилось бы путного с косы забрали sky мага вот так вот запрыгивает тем временем санткинг разультовывается очень много дамаги сларк быстро заканчивается но pipe поражали не очень вовремя я вообще не могу понять почему угар с кентавром почти фаллы они вообще за эту игру не вернее за игру а за драку вообще ничего не сделали закончились они здесь падает здесь также уверенно сторона размер качественный размер очень качественный потому что как бы сейчас драка не закончилась ту и тут и там пошли байбеки сейчас пойдет джакира отгонять но здесь нужно добивать нужно добивать нужно мансить ну не того немножко джакира подцепил крипов он пытался подцепить нужно было да и ул кинуть вот так нужно было делать но вышка все равно упала здесь также сторона падает с лордар уходит 44 хп у него остается ну так разменяли сторонами по xp мы видим график вырывается стремительно в ноль и по голде он опять опускается в сторону киров и пока что ребята и трассов фира явно доминируют понятно что здесь равноценный обмен был вот рисуется план капкан что типа отпустишь до сюда и пошли драться но отпустишь до сюда легко сказать антимаг сейчас опять не тем занят нужно идти на низ заниматься грязью грязный мигает на рошана девятого уровня венга ну давайте посмотрим кстати на было героев саппортов не интересно посмотреть ну да все ровненько достаточно если учесть то что антимаг 17 антимаг всегда будет впереди и по левлу если это качество антимаг и не загнобленные он всегда должен быть впереди и из-за этого и пикают этого героя потому что наращивает свое преимущество очень быстро мы видим 209 крипов добито тут начинается очень странная драка тут кто-то впрыгнул в кого-то забрали санкинга подняли в ветра кстати кентавра не мог он там станами раскидываться минус армора висит сейчас можешь лордар вас двух тычек забрать внутри тычки понадобилось и это минус 2 пока что не совсем понятно с лордара сделал просто даблкил такое ну а егиз был потерян с лордара мы можем но уже не успеем по и только посмотреть тут будет защитима только одна смерть туда егиз тут угар троих забрали и егиз все-таки отбили рошаны ну вот про это я говорил то что от пуш не от пуш а здесь крипы уже кушают кушают унитазы и не обращать внимание на появившихся крипов и будут сейчас идти на этот унитаз а это уже плоховастенько потому что когда этот унитаз упадет будут уже крипы бить куда здесь еще этот унитаз они побьют они будут уже бить т4 плохо и это плохо но тут запрыгивает в очередной раз лордар но тут подстанивает немножечко джакира ну кстати антимаг ультанул и довольно таки неплохо вы видели сейчас что произошло минус 4 отбиваются ребята и антимагу нужно просто со скоростью ветра идти пушить нижний line 3800 на руках только не говори что это тараска дружище я очень огорчусь да это будет тараска ну как сказать не то чтобы я хейтер тараски но я хейтер тараски на антимаги уж лучше бабочку уж лучше бкб но хоть что-то на выживаемость себе добавь ну не знаю байбэк кстати байбэк у нас товарищ тимаг видим то что 6 минут не будет у него байбэка продолжает он линии толкать ему нужно толкать нижнюю линию не тем он занят еще раз акцентирую на этом внимание ну вот у слордара появилась бкб которое должно было появиться до армлета еще вот этот артефакт можно было купить потом когда у тебя уже есть бкб и тогда бы драки немножко по другому заканчивались бы не так кажется по крайней мере потому что бкб здесь зарешало бы ну и посмотрим что у нас огра огар начинает потихоньку задумку в аганим 1500 у него сверху point booster а сларк скади хочет но здесь байбэк нужно оставлять поэтому скади отстрачивается хотя можно рискнуть но риск в финале это дело такое 2 200 у кентавра блин купи бэя кентавр реально поможешь своей команде и skymax арканами 1300 байбэк оставляет себе кентавр понятно тоже хочет байбэк оставить но здесь надо было сплит пушить зажались ребята подождали пока к ним вернется с лордар который уже кирасу делает ну кстати тоже классно артефакт но дизолятор незаслуженно недооцененный артефакт это реально крутой артефакт и на селедку он очень классно заезжает ну нужно драться глиф прожимать на сейчас просто будет потеряна вышка и будут уже бараки голые ну да отдают на самом деле вышку боятся сейчас ребята откидывается там skymax голубями сам king залетает в одного и забирают благополучно без права на байбэк с ларка и это переворачивает просто всю игру с аганимом не кровь также забирают у нас кентавра и нападение продолжается просто фиры решили всех вынести антимага убили байбэкнулись огор скай мак ну это гг ребят тут я даже не успеваю озвучивать байбэк и тут просто разрыв и полная доминация к сожалению зарешали ребята из фир не смогли рошаны ничего сопротивоставить им это минус 5 так и гвп да действительно интересная игра не удалось рошаном сегодня выиграть 2 фаскап тоже можем посмотреть fight cup ради вот этого сколько урон нанесеной мы видим в бардар 5 200 наносит и 4100 некрофус смида но поэтому я и говорил канал на этого сларка даун там ворвался один раз сделал довольно таки хорошие фраги но все закончилось когда пока б появилась у товарища не смогли ему больше ничего сделать как-то его остановить ну ошибка с лордара здесь бкб нужно было сразу тарить и игра бы закончилась бы мне кажется даже раньше ну что ж ребят можем поздравить команду это с оффир с победы fast copy под номер 69 63 но команде рошан ребята собирайтесь у вас классные идеи классные пики вы хорошо играете но не хватает немножко вам ну сларк мид мое мнение без обид это не лучшая была идея 107 крипов и кроме shadow blade у него никакого дэмэджа не было хотели вы сделать мускаде но не успели за 32 минуты закончилась игра ну так бывает что поделать друзья но она сегодня мы с вами прощаемся спасибо всем кто смотрел не забывайте пожалуйста то что воды игр вы можете посмотреть на канале на youtube и слтв тур ну и конечно же не забывайте то что если вы молодая команда и хотите попробовать свои силы захотите на dota2 . starlader . tv и регистрируйтесь и участвуйте в фасткапах воемах в разных в различных лигах для начинающих и кто знает вы это уже сегодня слышали возможно именно ваша команда останется на ланах в киеве да ладно ребят всем спасибо всем спокойной ночи спасибо спасибо спасибо